Решил я тут глянуть портативную акустику, премиальную, на сайте БОСЭ. Ну и короче, я реально офигел, волосы дыбом встали, когда я увидел, что вот колоночка SoundLink Flex Bluetooth Black стоит 27 тысяч рублей. Чё, ебанта-то, что ли? То есть это 25-ваттный динамик, который стоит как целая зарплата. Есть ещё вот такие компактные, подешевле за 20-ку, ну это вообще, ну, край какой-то. Думал, ладно, не настолько мы серьёзные люди, отправился на Алиэкспресс и нашёл Аналогичные колоночки, только от компании Трайбит. В общем, я с ней уже знаком, снимал обзор на огромную колонку, портативную вот эту Трайбит 90. Ну, тут есть, смотрю, очень похожие аналогичные БОСЭ колонки. Видать, ими вдохновлялся производитель. Это Stormbox Flow и Трайбит Stormbox Micro 2. Стоят они тут что-то тоже не очень-то дёшево, на самом деле, для 25-ваттных колонок, но, тем не менее, не 27 тысяч. Плюс сейчас распродажа, ещё я ссылку на купон оставлю, нормально, она подешевле выйдет. В общем-то, все ссылки будут интересны и в описании. На обзор я вот такую вот намутил колоночку, и я сегодня хочу рассказать, что она ещё из себя представляет. В принципе, мне она понравилась, сразу забегая вперёд скажу. И тут у меня ещё есть вот мелкая, вот такая Трайбит. Смотрите, друзья, прикол в том, что вот этот Stormbox Flow, это как бы уже такая вроде портативка, но, тем не менее, она крупная. Крупная колонка, видите, она толстая, тяжёлая, это уже плюс. И у неё снизу есть ножки, вы можете её ставить либо так на стол, либо класть лёжа, и, в общем-то, она будет по-разному воспроизводить звук. Играет колонка охренительно, ну и сделанное, и вообще, общее впечатление создаёт положительное. Какие у неё плюсы? 30 часов автономки, 25 ваз, динамик, есть защита от вайды, IP67, возможность эквализации, соединение двух колонок в стереопару, hands-free, Bluetooth 5.3, и есть приложуха специальная. В колоночку встроен динамик на 62 мм и два пассивных излучателя. Есть режим объединения в стереопару, если у вас, например, есть такая же ещё вторая колонка, Tribit, вы можете их объединить, нажав вот эту кнопку сверху, и получится стереопар. В комплекте к колонке шёл такой шнурок и кабель Type-C Type-C. По внешке эта колонка напоминает такой старый радиоприёмник, большие кнопки сверху, нажимаются они легко, с характерным таким щелчком, не с дешёвым покрытием, пластика похожа на soft-touch. Передняя решётка из стали, она жёсткая, снизу фирменный логотип и две резиновые ножки. Колонка устойчивая, на максимальной громкости она не колбасится, по столу не прыгает. На спинке есть ещё четыре ножки дополнительных, решётка, и тут сзади ещё виден выход пассивного излучателя. Сверху тут логично понятные кнопки, типа переключения треков, настройка громкости, плей-пауза, соединение с Bluetooth и включение-выключение. Вот эта кнопка, это сопряжение со вторым динамиком, типа стереопары. И есть кнопка EQ, она поднимает басы на плюс 9 дБ, и звук без искажения, получается хрип в максимальной громкости нет, получается такой более глубокий бас, в общем интересный эффект. При включении колонка издаётся сигналы, то есть нет какого-то висячего голосового сопровождения, просто всё сигналами сделано, это классно. И вот она соединяется с телефоном по Bluetooth, при соединении я вижу в шторке заряд батареи, это классно, но есть специальная приложуха, называется TryBip, и в общем её можно на халяву скачать в Google Play. Приложение всё на английском языке, но в принципе тут всё понятно, вот я соединил колонку с телефоном, отображается на главном столе эта колонка. 70% зарядки, могу зайти и что-то тут подшаманить в настройках, ну типа там громкость отрегулировать, свайпом, также попереключать треки. Вот есть встроенный эквалайзер, предустановленные пресеты, то есть типа X-BUS, аудиобук, классика, рок, джаз, вот, и можем там сами свой эквалайзер настроить. То есть задаём ему имя и сколько тут, ну 10-полосный эквалайзер. Есть и другие настройки, тут прошивку можно поменять, посмотреть текущую версию прошивки, у меня 1.2.0. Если просто в настройки Bluetooth зайти, то видим, что колонка работает с кодеком SBC, тоже видим 70% заряд батареи, и тут я в настройках могу ещё включить кодек AAC, то есть типа более высокое качество звучания получим. Что по звуку, смотрите, включаю трек, то есть видите, вот на середине громкости, ну и уже колоночка так нормально звучит, да, прибавляю. Вот смотрите, чья колонка играет, я включаю EQ, ну чувствуется, да, и есть ещё второй режим работы. И вот выключено. Ну короче, как-то так, вот так же ставлю на паузу, обращу внимание, что ещё кнопки, вот эти, они подсвечиваются, видите, сверху есть лампы специальные, и видим, когда включен режим, и либо выключено. То же самое и со стереопарой. Как работает стереопара? Вот сейчас одна колонка включена, я на ней нажимаю вот эту кнопку стереопары, включаю вторую колонку, вот, после включения тоже нажимаю кнопку стереопары. Вот они замигали обе, и идёт сейчас соединение. После успешного коннекта мы слышим сопровождение звуковое, ну и короче, всё, они работают в стереопаре. Теперь у нас получается вот такая портативная акустика, реально классно там подойдёт для домашнего кинотеатра, там под телевизор поставить, под монитор компьютера, вообще охренительно, друзья. Ну и звук, соответственно, тоже мы получаем уже совершенно другой. Послушайте. Звук у этого вот Tribit Stormbox Flow весьма неплох, он насыщен басами. Причём этот бас не перекрывает другие частоты, звук сбалансированный по большей степени. Но лучше, конечно, это всё вживую слушать. Если Tribit Stormbox Flow вам кажется не так необходимой, то есть ещё вот такая компактная колоночка Tribit Stormbox Micro 2. В принципе, тоже интересный вариант. Она вроде бы маленькая, но звучит как большая огромная колонка. Вот тут снизу, смотрите, я включаю колонку, мы видим вот эти лампочки, которые показывают уровень заряда батареи. Также есть кнопка Bluetooth для сопряжения, встроенный микрофон, снизу ножки, также выход пассивного излучателя, зарядка через Type-C. Ну и, соответственно, кнопки управления, тут всё понятно. Вот эта сверху тканью она прикрыта, выглядит солидно, дорого, богато. И, короче, ещё есть вот такая вот лямка, для того, чтобы это присопать на лямку рюкзака, к примеру. Единственное, что мне тут не хватает, это проушины для шнурка. Было бы намного удобнее. Тут по характеристикам IP67, Bluetooth 5.3. Тоже можно стереопару сделать, если у вас две таких колонки. Ну и, в принципе, всё, больше ничего такого интересного нет. По звуку. Сейчас вот она сопряжена с телефоном. SBC-кодек у неё. А C-кодек я включить тут не могу, как в Stormbox Flow. Тем не менее, касательно звука. Ну и также у неё есть возможность работать через приложение. То же самое, можем регулировать громкость. Есть эквалайзер с разными пресетами. Можно свой эквалайзер настроить и посмотреть прошивку, обновить прошивку также. Вот такие колонки от Strybit. Сейчас на распродаже вы можете урвать их с хорошей скидкой. Ну и, соответственно, купон на распродажу тоже будет в описании. На сегодня у меня всё. Подписывайтесь на канал обязательно, друзья. И оставляйте комментарии. Ну, короче, вы сами знаете, что делать. Спасибо за внимание. Всего доброго. И до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!